МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире новости в студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Заключительная сессия депутатов Палаты представителей 5-го созыва открылась сегодня в Белорусском парламенте. В ее рамках парламентарии завершают свою законотворческую работу. В эти минуты в овальном зале народные избранники обсуждают бюджет страны на 2017 год. Проект главного финансового документа учитывает целый ряд внешних и внутренних факторов, которые отразятся на уровне благосостояния населения. В частности, стоимость нефти ее закладывали на заведомо низком уровне, исходя из ситуации на мировом рынке. Согласно прогнозам экспертов, уровень инфляции в будущем году не превысит 9%, а пенсии вырастут примерно на 5%. Всего же в повестке дня этой короткой сессии более 20 законопроектов о парламентарии намерены рассмотреть поправки в налоговый и воздушный кодексы, законы о здравоохранении и об основах государственной молодежной политики. Все эти вопросы обсудят сегодня и на заседании членов Совета Республики Национального собрания. Сенаторы приступят к работе во второй половине дня. Экономические перспективы Беларуси и Молдовы обсудят сегодня в Кишиневе. Там стартует совместный бизнес-форум. Отношения двух стран развиваются стабильно, что подчеркивал глава нашего государства на встрече с премьер-министром Молдовы в середине сентября в Бишкеке. В подтверждении тому рост товарооборота на 10% за последний год и планы выйти на цифру в 400 миллионов долларов. Беларусь готова расширять свое присутствие на рынке южного партнера, в том числе в формате совместных предприятий. Кроме того, рынок нашей страны открыт для молдавской продукции, в том числе винодельческой. К событиям в мире. Более 130 тысяч жителей японской префектуры Окинава готовятся к эвакуации в связи с приближающимся тайфуном. По всей территории метеорологи объявили штормовое предупреждение. Власти запретили движение пассажирских паромов, а владельцам грузовых судов посоветовали принять максимальную меру предосторожности. Главный аэропорт префектуры не принимает и не отправляет рейсы. Синоптики сообщают, что тайфун несет мощные дожди, которые могут вызвать наводнения и оползни. Максимальная скорость порывов ветра в его центральной части достигает 70 метров в секунду. Международным аэропорту Алматы правоохранители во время личного досмотра обнаружили пассажира емко с ртутью. Мужчина выбросил ее в урну без предупреждения. В результате жидкость разлилась. Из инцидента задержали шесть авиарейсов, эвакуировали пассажиров и сотрудников аэропорта. В данный момент правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего. В Венгрии завершился референдум об участии страны в обязательном программе распределения мигрантов. Согласно квотам ЕС, 28 стран должны принять 160 тысяч беженцев, прибывших нелегально в Италию и Грецию. Большинство проголосовавших, а это 95%, выступили против участия Венгрии в такой программе. Однако руководство Национальной избирательной комиссии страны не признало итоги голосования, так как явка составила не 50 нужных процентов, а менее 40. Мощный атлантический ураган Мытье ожидают в Ямайке, Кубе и Гаити. Стихия получила пятую категорию, поэтому и степень разрушения сложно предугадать. Первая турагана пострадала Колумбия. Там погибло два человека. В ожидании шторма службы по чрезвычайным ситуациям укрепляют дома и открывают временные приюты. Местные жители, в свою очередь, закупаются всем необходимым, чтобы переждать непогоду. В Колумбии прошел референдум о мире с повстанцами из революционных вооруженных сил. Ранее власти подписали окончательное мирное соглашение. Однако чуть более половины населения проголосовало против него. Часть людей, которая отдала голос за документ, не сдерживала отчаянных эмоций после того, как узнала неузешительные для нее результаты. Отмечу, соглашение между президентом Колумбии и лидером повстанцев было подписано после четырех лет переговоров. Режим прекращения огня останется в силе, несмотря на итоги голосования. Ольга Дежнева, телекомпания СТВ. Миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности начала работу в Беларуси. 20 экспертов в течение двух недель будут изучать нормативные документы и ход работ по строительству АЭС в Островце. Традиционно во время визита специалисты агентства предлагают принимающей стороне свое видение процесса создания атомной индустрии, а также заимствуют положительный опыт стран для пересмотра норм безопасности МАГАТЭ. Первую энергию из воды ждут на Витебской ГЭС. Уже полностью смонтированы два гидроагрегата, которые запустят для пробы. Для этого необходимо лишь дождаться повышения уровня западной двины. Напомним, Витебская ГЭС – крупный белорусско-китайский проект. Сдать в эксплуатацию объект планируют в январе-феврале 2017. Основные работы по возведению самой мощной в стране гидроэлектростанции уже завершены. Витебская ГЭС, согласно расчетам специалистов, должна сэкономить более 38 тысяч тонн природного газа в год за счет использования энергии течения реки. Выполнено около 80, наверное, 2-3 процентов. Вы сами видите, в каком он состоянии. Отделочные, наружные работы ведутся, внутренние отделочные работы. Также ведется монтаж оборудования в судоходном шлюзе для пропуска судов непосредственно Витебская ГЭС. Подпольный самогонный цех ликвидировали милиционеры в Воложинском районе. Автоматизированное производство состояло из 13 металлических емкостей и располагалось на площади более 30 квадратных метров в старом погребе. Оно было надежно скрыто от глаз и даже прибывшие на место правоохранители не сразу обнаружили самогонную мануфактуру. Ее владелицей оказалась местная жительница. На допросе она сообщила, что держала бизнес исключительно в личных целях, пару раз в месяц заваривая всего-то по три мешка муки. К слову, для демонтажа цеха было задействовано несколько единиц грузовой техники, а работы продолжались на протяжении нескольких часов. И последнее. Международный фестиваль воздушных шаров стартовал в США. Он считается крупнейшим в мире и традиционно начинается в первых числах октября. Праздник шаров проходит уже в 45-й раз. Пилоты со всего мира съезжаются в Нью-Мехико, чтобы посоревноваться в мастерстве управления аэростатом. На открытии фестиваля небо украсили полтысячи воздушных шаров. На этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 13.30. И я прощаюсь с вами до этого времени.